Уважаемые хабаровчане, зачем городу нужен мэр? Для того, чтобы пиариться по телевидению? Либо бесконечно принимать участие на различных торжественных мероприятиях? Что он должен делать? Об этом поговорим попозже. А сейчас представлюсь. Я Михаил Сидоров, кандидат на должность мэра города Хабаровска. Выдван партией «Справедливая Россия» за правду в Хабаровском крае. Всю сознательную жизнь жил и работал в городе. Женат, воспитываю двоих детей и имею два высших образования. Юридическое и экономическое. Начал трудовую детина в системе правоохранительных органов. Выявлял преступления, совершенные в составе организованных преступных групп. Боролся с коррупцией во власти. Затем в качестве антикризисного управляющего возглавлял краевое производственное предприятие, находящееся в стадии банкротства. За два с половиной года нам удалось вывести его из кризиса и вывести в число лидеров по финансовой устойчивости. В настоящее время возглавляю Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» за правду в Хабаровском крае. Организовала работу Центра защиты прав граждан. Работу антикоррупционного штаба Захара Прилепина. Я действующий депутат Хабаровской городской думы и не понаслышке знаю, как работает мэрия. Мы решаем различные проблемы, связанные с расселением людей из ветхого и аварийного жилья, ЖКХ, неубранным снегом, разбитыми дорогами, отсутствием ливневок и многими другими. Эти проблемы можно перечислять бесконечно. От администрации города мы слышим один ответ. Денег нет. А зачем мэру содержать 15 заместителей? А зачем ежегодно пополнять парк автомобилей, которые возле чиновников домой и обратно? А для чего мы тратим 140 миллионов рублей ежегодно на освещение деятельности администрации? И таких зачем много? Кто такой мэр? Это прежде всего руководитель, который должен слышать людей, их мнение и позицию. И задача мэра и его команды найти правильное и справедливое решение в интересах жителей города. Вы наверняка помните, пару лет назад некие чиновники решили построить многоэтажный дом в парке Динамо. Только наши совместные действия и активность жителей помешали реализации этого проекта. Нам с вами удалось отстоять и сельскохозяйственный рассадный рынок в районе химфармзавода. У нас еще много задач впереди. На выборы иду с командой профессионалов в области юриспруденции, экономики, педагогики, строительства, которые временем доказали, что они не только специалисты, но и сильны духом и нравственно воспитанным. Наша сила в правде. Приходите 10 сентября на выборы. Продолжение следует...